Чиновники отклонили законопроект о маркировке лекарств шрифтом Брайля. Они уверены, введение дополнительных требований к маркировке лекарственных препаратов потребует дополнительных финансовых затрат. А это может привести к росту цен на лекарства. В сайт федерации предложили внести поправки в закон об обращении лекарственных средств. Согласно им, на медикаментах станут печатать всю важную информацию на языке Брайля. Один из авторов проекта, член сайт федерации Владимир Круглый, предложил на законодательном уровне обязать фармацевтические компании наносить на упаковки или инструкции к препаратам названия лекарства, дату его выпуска и срок годности, способ применения, а также дозировку или концентрацию рельефно-точечным шрифтом. И хотя законопроект отклонили, крупные фармацевтические компании уже успели подумать, насколько возможно выполнение таких требований. В Европу мы поставляем продукцию, где шрифтом Брайля нанесено только наименование лекарственного препарата и дозировка или концентрация. В проекте нашего закона требования намного шире. Там указана необходимость нанесения переменной информации, даты выпуска и срок годности. То есть это совершенно другие требования, отличающиеся от Европы. И каким образом организовать выполнение этих требований, представления нет. Также сложность перехода на новое производство заключалась бы в новом оборудовании. Его может попросту не существовать в природе. В странах, где используется подобная практика для упрощения жизни слабовидящим, на лекарствах указывают лишь название препарата и его необходимую дозировку. Сами же слепые и скептические восприняли новость о предлагаемых переменах. Многие инвалиды по зрению элементарно не знают языка Брайля.